погнали мы сейчас с блогером с magic money заходим я здесь был пять лет назад в этом магазине здрасьте одесский музей постоянно знал что он здесь есть какой адрес где мы сейчас чтобы люди могли найти если кто-то вдруг греческая какая-то греческая какая-то ребята приходите снычкой мы напишем в описании значит музей где по ходу можно и продать монеты оценить оценить кстати могут записать экспертное заключение которое будет действовать по всей территории украины если у вас дорогая к это путая монета здесь вы можете получить экспертное заключение но деньги нужно сразу им вперед давать потому что мы зашли начали снимать сходу и как-то не очень доброжелательно съемка была реально скрытая сейчас вы все увидите с под полы мы снимали монеты это было круто в принципе я не место я уеду а вот серёжа все придет его уже запомнили да да ну что то и место впервые в жизни попали на суда ну правда оказывается я здесь был первый раз я был пять лет назад игре до давненько был есть что посмотреть но немного и очень темновато посвятить надо это мы подсветим нашим обзор очень приезжайте в одессу на греческую напротив окей передачу перда пять лет назад был в вашем магазине из харькова и музей музей просто деньги сейчас посмотрим как поменялось помню что тут были наборы у вас висели вот они наша тема украинская украинские видите набор а какой у нас год 2001 самый один из самых дорогих наборов мы видим на 96 что-то из редкого есть копейка 96 94 не вижу пять копеек 94 тоже как же показатели чтобы харьковчане приезжали к вам дадите мне денег вот это вот а это гривна новгородской но вообще они должны быть 160 грамм это это нет это по мне когда я думаю что это копия потому что они больше сами по себе и это должна быть что-то скорее все копии скажите а ты же копий до вас лежат повороты серебряный алюминий вот это довольно редкий довольно редкий а два аверса так на этом наша запись из музея резко обрывается потому что нас попросили не снимать вообще не показывает ничего ничего из монет хотя я считаю что конечно важно важно чтобы люди могли поделиться чтобы вы могли посмотреть какой вот есть музей или частная коллекция чтоб например прийти туда лично посмотреть на такие монетки вот ну конечно лучше всего в живьем у себя в коллекции иметь такие монеты и смотреть на них когда вы посчитаете нужным и снимать то что вы считаете нужным дальше хочу вам показать что именно дальше покажу вам гривны киевского типа которые есть у меня к сожалению прям супер оригинально настоящий гривны тех времен нет но у меня есть во первых оригинал от национального банка сейчас вам покажу который который сделан из настоящего серебра как вы знаете национальный банк выпуск выпускал вот такие вот замечательные футляры и гривну они у нас кстати указаны в каталоге максима загребы в таком вот здесь у нас много всего много разных монет и так далее и пластин есть упоминание про гривны киевского типа и про их тиражи и про то какие у них тиражи и приблизительная стоимость давайте я вам сейчас найду здесь кстати здесь не только гривны киевского типа есть чего такие вот интересные изделия в орг стекле монета в шаре кстати на канале у меня есть видеоролик с монетой в шаре посмотрите вот и к такой орг стекло большущей ценности конечно не представляю такие изделия потому что но тиражи у них маленький но очень сложно продать потому что очень очень узкая ниша но все равно это интересно и так сейчас пока вам ищу гривну киевского типа расскажу про нее значит это гривна ходила в шестом веке и и использовали как основное средство для накопления денег то есть прямо кусочком вот такой вот гривны которые вы видели в музее ей цель цельной не платили она служила для того чтобы можно было скажем так сделать накопление давайте вот я нашел конкретно эти гривны они шли разного веса сейчас я дальше покажу саму эту гривну серебряную и не серебряную какие они бывали они у нас шли в разном весе вес мог отличаться их могли рубить даже на аукционах продаются частичные частичные такие гривны вот смотрите самая первая у нас была вот так вот она была сделана довольно интересно и первое выпущено национальным банком вот она у нас указано что на безгода 925 проба тираж у них вообще 50 штук по цене я думаю она будет стоить прилично может до 1000 долларов может такая доходить конечно вот первое первый тип она отливалась индивидуально для каждого экземпляра то есть они по факту отличие могут быть отличные отличаться друг от друга так вот у нас я сказал шестой век почему-то это я наверное оговорился и вот с двенадцатый век что-то я шестой век ее определил самом деле двенадцатый дальше у нас вот такие вот гривны в разным вариантом видите тут даже фотография номера 7 счастливая у кого-то такая гривна вот и вот дальше дальше пошли тиражи у них по стоимости если без года вот так оценивать до 1000 штук до первой тысячи там 7000 гривен там дальше в районе 4000 гривен ну цена может быть по-разному в зависимости от спроса и от ситуации сейчас вообще со всеми инвестициями и так далее значит тут у нас отличаются накладки в них и вот собственно смысл этих накладок что они дают какую-то информацию что это во первых копия от нбу вот и мы видим что здесь номер сфотографирован и приблизительно и у нас что номера то есть какие были были номера и как на них отличались вот эти вот накладочки вот мы видим известные номера и кто производит харьковский юбилейный ювилейный завод класс львовский гляньте потом дальше вот еще и дальше 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 и давайте перейдем покажу вам уже наконец-то эту гривну вот такой вот футлярчик бархатная покупал довольно давно там вообще чуть ли не по цене банка там в районе тысячи гривен или еще что-то она стоила тут мы видим сертификат в котором указан вес сто шестьдесят один и три грамма ее номер довольно большой вот сертификат конечно такой немножко потрепанный повидал он жизни видим подпись у нас стель маха глава национального банка на тот период такой вот сертификатик он совпадает номер сертификата совпадает с номером на конкретной гривне кстати если сертификат утерян нет коробки сразу снижается цена на данную гривну но процентов на 20 так что если покупать будете гривну она стоит гораздо гораздо дешевле видим здесь у нас логотип национального банка украины в золотом таком тиснение и вот это гривна киевского типа она у нас значит вот так достается видите тут даже настолько пропечатался номер настолько давно она была начеканена боже мой начеканена сделана отлита что прям номер здесь про про провелся она довольно тяжелая реально прикольно в руках держать такую тяжеленькую гривну прямо супер 161 грамм ого-го вот мы видим с другой стороны ее номер с вот такой вот с маленьким маленьким штемпелем не знаю видно вам не видно попробую сфокусировать что здесь у нас 7304 номер конечно она просто кайф когда держишь в руках такой слиточек ну она послужила таким накоплением кстати кто хорошо в истории знают читал возможно знают что можно было купить на вот такую гривну на самом деле это огромнейшие деньги можно было купить какой-нибудь наверное стадо стадо себе жеребцов там до или коров я думаю за такой за такие накопления как почему кстати здесь у нас такой сундучок и вот это банкнота лежит друзья у меня проходил конкурс с розыгрышем вот этой вот банкнотки одну банкнот и отправил еще есть у меня 2 гривны в позолоте и вот это вот банкнота пожалуйста победитель отзовись я в сообществе написал имя победителя кто кто выиграл эту банкноту кто как по комментариям оставлял пожалуйста зайдите посмотрите там у нас два победителя один победитель гривну вот вот эти 100 гривен а второй победитель это у нас он получает 2 гривны в позолоте так что зайдите в сообщество посмотрите кто пошла лежит если через месяц чек нет зовется мы ее разыграем еще раз так сундучок смотрите он с киевской барахолки я когда был в киеве на барахолке вот кстати видео по ссылочке будет здесь зайдите посмотрите офигенный получился ролик вот такой вот сундучок я прикупился на барахолке а здесь у нас как раз тоже гривны гривны киевского типа но в разных форматах они не оригинальные в плане того что это не те гривны киевского типа хоть они лежат в старинных монетах но это копии копии кстати вот видите первая копия она вот похожа на ту копию на ту копию гривны которая делал национальный банк ну похоже да и не похоже но отличается до того что я до этого показал она прямо действительно так очень так состарена качественно сделано вот собственно как она отливалась в принципе довольно прикольно сколько я брал я уже не помню наверно грин 300-400 думаю она стоила вот но у меня есть вот такая гривна а это уже поинтересней потому что она делалась конкретно с образцов гривны нбу то есть можно посмотреть она один в один произвелась там где производилась оригинальная гривна вот видите полностью идентичные ее размеры идентичные все 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 моменты то есть люди конечно могли бы скопировать и такую гривну на при копировании теряются некоторые элементы вот например здесь мы видим что накопировалась с этой гривны но состояние не очень затертости и сложно сложность все моменты скопировать но она тоже такая прикольненькая я взял для видео обзора показать вам но здесь она сделана была не из серебра она вот видите тут какой-то металл и она делась конечно оригинальными ну не могу садить пансонами оригинальным способом и по деньгам стоит кстати довольно дорого потому что она делалась в том же месте где и это пусть не из серебра ну свои 2000 грин я думаю она стоит оригинальная такая 4000 думать 4 500 в зависимости от номера еще и так далее вот потрясающе выглядит а так выглядит копия копия с копии вот подешевле потому что она отливалась отливалась видите таким вот способом но тоже довольно интересно и часто кстати музей просят на заказ себе положить витрину не оригинал потому что оригинал можно дорого продать или он лежит у кого-то дома еще что-то и бывает что музей или такие какие-то такие выставки выкладывают на витрины вот такие вот копии даже копии украинской гривны киевского типа могут положить из копии возможно это кстати из какого-то и кажется магазина или из какого-то музея ко мне пришла вот но не могу сказать уже даже не помню давно давно она у меня есть вот но к сожалению она не оригинальная в плане не из тех которые использовались давным давно друзья напишите мне если вам интересна тема гривны киевского типа вообще я бы хотел в коллекции на обзоре показать вам оригинальную вот такую вот гривну кстати интересно померить в футляр она подойдет мне кажется да идеально смотрите можно оригинально даже выставлять в таком вот футляр если у вас есть футляр на продажу я готов взять что как красивенько будет смотреться вот ну что ж друзья спасибо всем кто посмотрел этот видеоролик надеюсь вам понравился поход в одесский музей с magic money привет сереже тебе привет всем кто его знает вот напишите пожалуйста мне комментарий как вам этот был видеоролик поставьте лайк чтобы поддержать и алгоритмы youtube и этот ролик немножко поддержали и посмотрите кто там победитель чтобы я мог вручить именно вам если вы победитель эту банкнотку и совсем скоро будет конкурс на 45 тысяч подписчиков так что обязательно подпишитесь на канал и всем пока друзья